Еще один немаловажный вопрос, который обсуждался на совещании по вопросам правопорядка, несанкционированная торговля пиротехническими изделиями, которые в новогодние праздники пользуются большим спросом, в том числе и у несовершеннолетних покупателей. Продавать пиротехнические изделия детям запрещено, так как эта продукция при неправильном использовании может привести к травме или даже гибели ребенка. За нарушение закона нерадивых предпринимателей ждет административная ответственность в виде штрафа. Взрослым тоже необходимо быть на стороже, приобретая пиротехнику. Делать это надо только в специализированных магазинах. При покупке товара смотрите на его упаковку. Целостность упаковки не должна быть нарушена и в обязательном порядке должна содержать информацию о товаре на русском языке. Если зародились сомнения в качестве товара, покупатель вправе потребовать от продавца предоставление сертификата в соответствии. Нельзя приобретать пиротехнические изделия на территории рынков, в жилых районах, с рук, лотков, палаток, автомобилей. В основном качество таких товаров оставляет желать лучшего. Зачастую продавцы не выдерживают требуемые режимы хранения, нарушают правила, предъявляемые к реализации пиротехнических изделий. Приобретя товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте технику безопасности. Это очень стало модное деяние. Наши жители, не жалея на это денег, стараются сделать праздник свой красочный. Хочу всем обратиться, что если вы используете пиротехнические изделия, они должны иметь сертификат, качество. Никогда нельзя покупать просто на улице с рук. Я обращаюсь к гражданам Славянского района и города Славянска-на-Кубани о том, чтобы исключить максимально и не допускать детей к пиротехническим изделиям. Использование пиротехники без взрослых запрещено строго. О фактах продажи пиротехники несовершеннолетним, а также продукции сомнительного качества можно сообщить в Управлении по торговле и защите прав потребителей по телефону горячей линии 4-21-03.